Добрый день наши дорогие зрители и подписчики! Тема сегодняшнего обзора выбор поликарбоната для навеса. Поликарбонат снискал достойную популярность в области отделочных материалов, так как он достаточно неприхотлив, легок в монтаже и эксплуатации, а также имеет красивый внешний вид. Как я уже говорил в предыдущих обзорах, поликарбонат делится на два вида. Это сотовый и монолитный. Сотовый поликарбонат представляет из себя две тонкие пластины, между которыми находятся ребра жесткости, которые могут выглядеть по-разному. Существует несколько стандартных ребер жесткости. Это 2H, характеризуется крупными перегородками сотами. 3H, соты тоже прямоугольные и крупные, но добавлен третий слой. Толщина, относящаяся к стандартным, это 6, 8 и 10 миллиметров. 5W, пятислойные соты, толщина которых варьируется в пределах 16-20 миллиметров. 3Х, трехслойный, но в таком исполнении добавлены дополнительные ребра жесткости. 5Х, пятислойный, с дополнительными ребрами жесткости для повышения прочности всей конструкции. Благодаря воздушным прослойкам сотовый поликарбонат дает дополнительную шумо и теплоизоляцию. И, конечно, добавляет конструкции надежности и, как я говорил, жесткости. Монолитный поликарбонат, напоминающий стекло, но куда более крепкий, имеющий большую устойчивость, механическому воздействию. Визуально лист монолитного поликарбоната может быть как прямым, так и с добавленными волнами, чем-то похожими на профнастиль. Различные марки, изготовленные по разным технологиям, имеют, соответственно, разные характеристики. Есть варианты, выдерживающие сверхвысокие температурные пороги, а есть такие, которые используются в пищевой промышленности. Вариантов на самом деле множество. При выборе поликарбоната в качестве материала для забора, навеса над крыльцом или навеса для авто, чаще используется сотовый поликарбонат, так как он более дешев и более легкий, чем монолитный. Если же требуются дополнительные дизайнерские изыски, можно использовать монолит, но не стоит забывать, что он более тяжелый. Не забываем укреплять конструкцию, но и, конечно, он более затратен финансово. На сегодня это все. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии. До новых встреч, пока!